Всем привет! Вы на канале, где обсуждаются последние события фигурного катания. Сезон в фигурном катании разваливается на ходу, как ботинки на четверных прыжках. Два этапа гран-при, Канада и Франция, уже канули в лету. Уже отменяются и соревнования 2021 года. На февраль был запланирован чемпионат четырех континентов в Сиднее, но турнир не состоится. Юниорская серия гран-при была отменена еще летом, а список турниров на сайте ИСУ пестрит красными значками. Стабильно на фоне всего этого выглядит Кубок России. В эти выходные пройдет уже третий этап турнира, соревнования примет Сочи, пусть и без зрителей. Перед началом сезона появилось правило от Федерации фигурного катания России, согласно которому в этом сезоне отборный чемпионат России пройдет через Кубок страны и обязательно нужно принять участие в двух этапах. Однако многих фигуристов не останавливает и тот факт, приходится пропускать турниры по совершенно разным причинам. Не проще ли дать фигуристам возможность не гнаться за турнирами, а сконцентрироваться на том, что в перспективе действительно важнее, раз уж сезон практически потерян? Алине Загитовой сейчас нужно отдыхать от соревнований и учиться быть телеведущей, поскольку на нее упал взор продюсеров ледникового периода. Многие не верят, что Загитова вернется к соревнованиям в 2020 году уж точно, а там уже и пандемия пойдет на спад. Евгении Медведевой лечиться, лечиться, еще раз лечиться, продолжать восстановление без операции, если она рассчитывает продолжать карьеру. Время для спокойного восстановления нужно целому ряду фигуристов и Александру Самарину, и Дмитрию Алиеву, и Виктории Синицыной, которая катала произвольный танец с адской болью в колене и даже не смогла его завершить. Проблемы со спиной есть и у ее партнера Никиты Кацалапова. Елизавете Туктамышевой было бы в пору погрузиться в работу над четверными прыжками. Плуб фигуристка восстановила не до конца. Это же касается и Сальхова. То же самое и у Михаила Каляды, над которым висит призрак Бабочки, несмотря на отличное выступление на контрольных прокатах. Парное катание в России поразил коронавирус. Первым положительный тест сдал Владимир Морозов, затем Александр Галямов и Дмитрий Козловский. Гонка вооружений вовсю идет в штабах Рустального и Ангелов Плющенко. Водчьи достижения тоже станут украшением сезона. Главной целью на весь сезон станет сохранить, что осталось, и не доломать то, что есть. Ведь фигурное катание – это не только противостояние Тутберидзе и Плющенко.